Чистка оборудования Чистка оборудования Чистка оборудования Два-три раза достаточно сбрызнуть После этого мы берем салфетку И протираем поверхность Повторяем эту же операцию снаружи Таким образом, эта часть у нас чистая Обязательно нужно помнить о такой вещи Что чистить нужно только этим средством Если мы, допустим, опустим этот купол в посудомоечную машину То под воздействием температуры Моющее средство останется на поверхности И поцарапает ее Этого быть не должно Таким образом, мы проследуем дальше К чистке ножей кофемолки Для этого существует продукт Который называется пулигринт Упакован в монодозы И это абсолютно натуральный продукт Который содержит кристаллы Часто баристы используют рис Это абсолютная ошибка Так как это достаточно жесткие зерна И которые под воздействием температуры Налипают на ножи Мы берем пакетик Открываем Засыпаем его в кофемолку Видно, что вышел этот продукт И частички застарелого жирного Сейчас мы видим использованный продукт И видно частички кофе Которые застарели От жира слиплись в комочки После этого мы Насыпаем зерна В кофемолку И пропускаем их еще раз Даже если после этой процедуры Остаются частички продукта Пулигринт в кофе Ничего страшного не происходит Так как это абсолютно натуральный продукт И не вредит человеческому организму После того, как мы очистили кофемолку Ножи кофемолки и купол Мы переходим к очистке заварочного блока Который называется группа Каждый раз при приготовлении кофе На стенках на внутренней поверхности Остается пленка из прогорклых масел Которая абсолютно в негативную сторону меняет вкус кофе Очень важно делать эту процедуру ежедневно Для того, чтобы использовать продукты Фирма Пуликов предлагает такой вот кит бариста Скажем, это очень важный набор для начала работы бариста В комплект которой входит ванночка для замачивания холдеров И некоторые продукты, которые мы будем использовать в процессе работы Итак, для того, чтобы очистить группу Нам нужно вытащить фильтр Вставляем слепой фильтр под размер Берем продукт Продукт под названием Куликов Продукт в порошке В данном случае мы используем монодозу В которой 20 грамм Этой порции достаточно для того, чтобы очистить два холдера И замочить холдеры в ванночке Для удобного пользования существует вот такая вот большая упаковка Сейчас мы используем этот Открываем, насыпаем в слепой фильтр Примерно чайную ложку 2,5-3 грамма продукта Вставляем холдер И включаем прохождение воды Включаем примерно на 10 секунд Выключаем Повторяем операцию Выключаем И так делаем 10 раз подряд После чего предположим, что мы уже сделали 10 раз После чего мы вытаскиваем продукт Выливаем его Пропускаем воду Очищаем Споласкиваем И повторяем операцию Также 10 раз После этого мы будем считать, что группа уже очищена Следующая фаза очень важная После того, как мы промыли заварочный блок Нам нужно непосредственно промыть холдеры Для этого существует ванночка Где уже определен уровень горячей воды Добавляем 10 грамм продукта Пулей каф Это примерно 2-3 чайных ложки Наливаем горячую воду Примерно 1 литр горячей воды Берем холдеры Вытаскиваем фильтры Опускаем туда И второй И оставляем на 15 минут Итак, в таком состоянии погруженные в ванночки Холдеры должны находиться максимум 15 минут При ежедневной очистке достаточно 10-12 минут Грандиозная ошибка оставлять это на всю ночь до утра Потому что раствор остывает И грязь снова покрывает всю поверхность холдеров То есть фактически мы ничего не моем Значит, по прошествии 15 минут Мы вытаскиваем фильтры И споласкиваем их обязательно горячей водой Нельзя делать холодной водой Потому что здесь внутренняя поверхность покрыта никелем Это всего лишь 0,3 мм поверхность При разнице температуры этот материал трескается и уходит Открывая латунную поверхность холдера Которая вредит нашему здоровью Споласкиваем горячей водой Видно, что вся поверхность очистилась Нам не нужно никаких агрессивных моющих средств Не нужно никаких мочалок, которые портят поверхность Достаточно окунуть и сполоснуть После этого нам нужно сполоснуть фильтры Фильтры можно сполоснуть холодной водой КОНЕЦ Никаких агрессивных действий. Опустили 15 минут, сполоснули. Опустили. Опустили. Очень важная это очистка трубки капучинатора, пароотводной трубки. Так как мы каждый день взбиваем молоко, когда делаем капучино или латте арт, у нас на поверхности трубки остается молочный камень. Это очень некрасиво. То же самое остается и на внутренней поверхности. Если снаружи можно это вычистить, то внутри это сделать никак нельзя. Для этого существует продукт, который называется Плюс Пули Милк. И вот такой вот чудесный кит, в котором есть ванночка для того, чтобы эту операцию сделать удобной. Для операции нам нужна холодная вода. Почему холодная, я объясню чуть-чуть позже. На этой ванночке видно пол-литра промывка, один литр споласкивания. Промываем. Для чистки нам нужна доза 25 миллилитров. Либо мы используем монодозу, либо мы используем большую бутылку с дозатором, которая нам позволяет сдозировать столько, сколько нам нужно. В данном случае мы используем монодозу. Операция очень простая. Мы должны погрузить носик пароотводной трубки в этот раствор. И открыть и закрыть регулятор подачи пара 7-8 раз. Когда мы выключаем, мы слышим этот звук. Всасывает жидкость наверх, обратно. Это физический эффект термосифонный, когда холодная вода поднимается вовнутрь в оттрубку, засасывая чистящий раствор. Мы повторили эту операцию 7-8 раз. Оставляем буквально на минуту отреагировать, чтобы внутри трубки этот раствор съел остатки протеинов, молочных и жиров. После чего... Стоп. Для того, чтобы промыть, нам нужно налить снова холодную воду, но уже 1 литр. Погружаем носик точно так же и повторяем операцию 7-8 раз. Открываем. Закрываем. Открываем. 7-8 раз. После чего вытаскиваем. Пропускаем воду. Операция закончена. В конце этой презентации я хотел представить моего друга Андреа Антонелли. Гранди, кампионе итальяну. Который говорит всегда такую фразу. Классный кофе начинается с чистой машины. То есть недостаточно помыть только кофемолку, только группы, только капучинато. Еще иногда нужно сделать таким вот образом. Машина должна быть всегда чистая и красивая. Продолжение следует... Продолжение следует...